Как работают хуки? Лезу прям под капот реакта, чтобы ответить на такие вопросы, типа, почему нельзя их вызывать условно, как они хранятся в самом реакте, и зачем же useEffect, если 99% инфлюенсеров говорят, чтобы была асинхронность в компоненте в реакте. Так, например, fetch, он так уже асинхронен, зачем, как? UseEffect сделает fetch еще асинхроннее, в квадрате будет асинхронность. Таких видео очень мало, поэтому я очень, недели две я копал весь интернет на английском, на русском, чтобы вот вроде бы казалось вопросы простые, но чтобы понять, чтобы факты были, и чтобы картинка складывалась, я недели две искал эту информацию. Откуда у меня столько времени и желание, главное, желание это понятно, потому что я работаю старшим разработчиком интерфейсов в трансквентинентальной корпорации, я делаю код для 7000 магазинов по всему миру. Ну вот как я нашел эту информацию. Первое. Есть такой парень Шон Ванг. Он работал в Netlify и записал и свое видео по одной из своих статей про создание хуков, своих хуков. Только не те, опять же, как 9 из 10 технических инфлюенсеров вам скажут, что создание хуков, но это когда вы делаете функцию, называете ее use что-то и внутри используете хуки. Он действительно вот за полчаса с нуля написал свою реализацию use state. Конечно, упрощенную, конечно, не один в один, как написано в реакте, но он написал то, как действительно работает use state. В своей телеге я написал примерный код того, что он там написал, с комментариями и чуть-чуть упростил, насколько можно, возможно, было упростить. И что тут можно увидеть самого главного? Пробегусь по коду. Это, еще раз говорю, упрощенная реализация use state, то, как он мог быть реализован под капотом. Ну, это почти правда. Я покажу дальше, что там не так. Например, вот написана первая строка, что все хуки хранятся в массиве. Ну, там в односвязанном списке, но разницы нет для того, чтобы ответить вот на первый вопрос, который был поставлен. Представим, что у нас есть какая-то конструкция. Глобально мы храним все хуки в массиве. У нас есть счетчик этих хуков, индекс, чтобы двигаться по этому массиву. И у нас есть простейшая реализация, упрощенная use effect, use state, вот хука. И, как видно, самое главное в этой функции внизу, что у нас есть значение, ну, вот для пары значения value set state, то есть state set state. У нас есть значение, которое мы получаем по как раз-таки этому ключу, указателю, индексу по глобальному. И каждый раз, когда мы пишем use state, мы его инкрементируем, то есть увеличиваем, чтобы у нас всегда была актуальная позиция. Позиция, потому что мы и значение получаем по этому ключу, по этому индексу, берем из этого массива и записываем вот функции, вот функция set state. Мы записываем новое значение, которое мы передаем в эту функцию, мы записываем его как значение этого хука определенного, да? Представим, что у нас все хуки это use state. Также по этому ключу мы обращаемся. И поэтому каждый раз, когда мы отрисовываем, мы увидим эти хуки в правильном порядке. Суть какая из этого кода? Что нам этот код дает? Код дает первое, что все хуки записываются в массиве, хранятся в массиве результаты. Там не хуки получается, а результат хука, например, use state. Этот массив перезаписывается на каждый шаг, то есть на каждую отрисовку, на каждый рендер. И поэтому не просто нельзя записывать хуки условно, вызывать хуки условно. Это так же, как много с React, например, в одном из предыдущих видео про вообще зачем нужен React. Очень много, на что React говорит, что не то, что нельзя, а ну неразумно. Если у тебя массив, ты понимаешь, что у тебя там, например, три ключа есть в этом массиве, а ты будешь условно каждый раз на каждую отрисовку заполнять этот массив. Так у тебя сопоставление значения и то, где ты используешь это значение, разрушится. Не из-за того, что нельзя использовать, а из-за того, что это нелогично использовать так. При такой архитектуре, которая есть у React, нелогично использовать use state, вообще хуки условно вызывать их. Вот. И на то, чтобы понять, что этот код, во-первых, найти этот код, объяснение, разное объяснение этой реализации хуков в React, и убедиться, что это правда, что все эти представления действительно связаны с реальным кодом, вот я потратил две недели. Как это было? Вот я искал, начал искать информацию. Там, under the hood, React under the hood, hooks under the hood. Как именно построен React, как именно работают хуки на обоих языках, русском, английском искал. Первое, что, ну много, конечно, ерунды. Много, опять же, вот этой инфлюенсерской ерунды, которая будет рассказывать, либо просто копировать из документации какую-то информацию, либо рассказывать о том, как создать свой хук, кастом хук, когда ты просто пишешь функцию use что. Первое, что нашел действительно значимое, это вот такая статья на Medium. React hooks not magic just erase by Rudy Yardley. Статья полна красивых схем, понятных, которые описывают каждый шаг, ну, то есть каждую отрисовку. Каждую отрисовку, что происходит, например, с тем же use state, с этим хуком, что происходит внутри реакта. Дальше, я бы сказал уже, если это была вот эта вот бронзовая, то это уже серебряная статья. Deep dive how do react hooks really work. В блоге Netlify, и кто ее написал? Ее написал тот самый парень Шон, который потом по этой статье снимет видео, как он за 30 минут воссоздает use state hook. В обеих статьях куча полезных ссылок. В Netlify вроде бы есть полезная ссылка интересная, мне показалось, на Дэна Абрамова. Дэна Абрамов очень хорошо описывает, но просто он про хуки, я не нашел у него статьи. Он написал, например, чем отличается функциональный компонент от классового. Классная статья, не с первого раза я сам понял, но со второго понял. В замыканиях там суть, в том, что хуки в функциональных компонентах замыкают на себе значения и используют то значение, которое было. А классовые, они же работают с ключевым словом this, поэтому используют сам последнее значение, какое-то переменное. Но это не важно. Важно, что вот у всех этих трех статей прекрасных, ну будем вот эти первые две, прекрасно описывают, как работает useState, примерно. Но мне хотелось добиться того, что какие-то факты получить. Эти описания по правде сходятся, соотносятся с реальным кодом React. И тогда я нашел золотую статью сегодняшнего видео. Это useEffect under the hook. Under the hood. Потому что эта статья давала прямые ссылки на... У React же есть отдельная библиотека React Reconcealer, которая вот занимается с виртуальным домом, с сравниванием предыдущей версии и текущей, если я не ошибаюсь. И в этой библиотеке он как раз и показал, например, вот покажу, вот. Он показал, что вот есть тип. И этот тип как раз-таки показывает, что хуки связаны, ну, потому что они лежат как односвязанный список. Это самое... Вообще, вот этот скрин, это самый главный ответ на то, почему это все правда. Почему все эти предыдущие статьи, это правда. Почему все эти предыдущие визуализации того, как работают хуки и React под капотом, это правда, а не просто вымысел очередных инфлюенсеров. Вот мы увидели, что да, хуки связаны односвязным списком. Повторюсь еще, это библиотека отдельная реактор и консилер. Она есть на GitHub, вот в составе пакетов React. И последний вопрос. Зачем же нужен useEffect, если и так fetch или какой-то промисс, они и так сами по себе асинхронны? Конечно, React не сделает их асинхронным в квадрате, как вам скажут 99% технических инфлюенсеров, когда они отвечают, зачем нужен useEffect для асинхронности. Так fetch, он и так асинхронен. Первое, что требует от нас React, это чтобы мы держали свои функции, функциональные компоненты чистыми. Что значит, что при любых вариантах, при любых пропсах, наша функция будет вести себя точно так же, точно одинаково будет вести себя. Но понятно, что, например, отрисовка одинаковая, какие-то условия. Но у нас есть, например, запрос к серверу. Я открываю свой компонент, и он, например, тянет с сервера все карточки товаров. Так карточек товаров может быть 3, 10 или не быть. Это уже какой-то эффект, который можно обработать по-разному. Да, разный ответ. Не получается, что это чистая какая-то функция или чистый процесс. Можем обозначить как эффект. Эффект — это не событие. Например, событие — это отправка формы. Пользовательское событие или еще какое-то событие. Отправка формы. У нас есть все данные с формы. Мы их берем и отправляем. Все чисто. Какие бы ни были данные, мы их берем, отправляем. А вот уже обработка ответа с сервера, потому что он может быть разным. Данные не те, не пришли, не получилось. Или, опять же, подгрузка карточек товаров — это уже какой-то отдельный эффект. Но это не отрисовка, да. Там есть рендер события и есть эффекты. Вот эффекты не чистые, получается, а отрисовка и события должны быть чистыми. По архитектуре, по тому, по подходу React. То, что он от нас просит. И поэтому React еще и настаивает на том, что у нас теперь мы разрабатываем компоненты декларативно. Я писал, я говорил об этом в предыдущем видео, в нескольких предыдущих видео, про то, зачем вообще нужен React. Он — это подход новый, декларативный подход. В чем суть декларативности для вот таких эффектов? Вот мы определились, что есть эффекты, что они отличны от событий или от этапов отрисовки. Мы понимаем, нам React говорит, мне нужно как-то по-другому, значит, раз я работаю с чистыми функциями, с какими-то эффектами, мне нужно по-другому себя вести. Вот я тебе как разработчику, я как React-разработчику тебе даю место, куда ты можешь поставить все свои эффекты. Я сам решу, когда и как их вызвать. Это место уже понятно, это useEffect, хук. Также React говорит, для всех зависимостей, вот тебе тоже место, положи все зависимости, перечисли их. Я сам пойму, когда обновляться и когда обновлять твой, перезапускать твой эффект, глядя на твои зависимости. Это массив зависимости в хуке useEffect. То же самое, как уже можно догадаться. React говорит декларативно, что ты декларативно опиши, что нужно почистить. Вот если удаляется компонент, например, еще что-то происходит. Ты опиши, что нужно почистить, что вернуть, что поменять. Я сам вызову это, сам все сделаю. Это функция очистки, clean-up function. То, что возвращает useEffect. Все ответы даны, как будто бы все стало яснее и понятнее, если чуть-чуть открыть крышку и не читать или смотреть видосы от инфлюенсеров, а действительно посмотреть, что происходит под капотом React. Дальше я расскажу про React, React, DOM, почему работает React, Router. Да, интересные вопросы, но нужно будет нарезать презентацию и смонтировать видео. Это я выложу тоже у себя на канале.